А знаете ли вы, что такое Лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брандовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте Лукбокс. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Ты можешь дырить, ты можешь чуть-чуть приятоваться. Если помешать не будет, то он. Пацаны, что тут присоединяются? Посмотрели, друзья, блокбастер, значит, биф. Что сказать? Официально заявляем, сектор заявит их. Кто лучший актер? Рома Жиган. Это лучший актер Оскара. Короче, пацаны, фильм во многом тащит Рома Жиган. Оскар ему из хлебного мякиш. Ой-ой-ой, это... Сразу, да, сразу он это сделал. Друзья, потрясающий, потрясающий фильм только что посмотрели. Да еще не подстригся еду сейчас. Короче, потрясающий фильм глянули. Что могу сказать? Эпично горит маска у Паши Техника, конечно. Спецэффекты в фильме добротные. Концерты ребятам понравились. Мне не очень. Я на всех был, поэтому не очень не зашли. Сектору очень понравились концерты. Костюм у Джака Либо. Он как старший официант. Мы сегодня как раз хавали перед фильмом. Если у Джака Либо что-то пойдет не так, мы знаем, куда его пристроитесь. Если что, вот. И поджилый мусс, там много вариантов. Вышел Дизгной, ну мы не смотрели Дизгной, но мы смотрели Биф. Друзья, потрясающе. Есть, есть сцена, значит, та, с которой фильм Биф начался. Есть одна сцена, которой не было в старых роликах, насколько я помню. Когда, значит, Рома кричит на одного из двух из Вагобунда. И это не тот, не тот, о ком вы подумали, он кричит на второго. Очень эмоционально, вот, очень фильм завораживает. Фильм держит в напряжении. Что там еще было интересно? Гоблин, да, озвучка Хайда божественная. Друзья, полфильма Вахтанг делает бигбокс. Вес, весь фильм, фокс Вахтанг делает. Дмитрий Бабер про меня цену. Короче, да, Динь, была и про тебя, но не только про тебя. Вот, значит, был, что там еще было? Значит, рэпер Кулио знает, слушает только Рому Жигана. И какого-то богатого, у которого отца денег много. Это все. Вероятно, это Яникс. Вероятно, это Яникс. Есть такая молва. Вот, что еще тут? Что еще было интересно? Ну, блин, какого-то парня не били? Били какого-то парня, короче. А, да, в общем, там есть сюжетная линия с молодым парнем, которого били в конце, это оказался Баста. Ну, то есть, он пел в олимпийском этот парень. Вот, чему мы, конечно, несказанно были рады. Ну, то, что я им эту песню исполнили. Потому что несказанно рады, что его били в детстве? Нет, я про песню. Очень понравилась в конце песня. Что еще? Что еще было? Семирон рассказывал. Ну, то, что он рассказывал, то и в трейлере был. И в баттлах было. И в баттлах было, да. Что еще? Отец был чуть-чуть. По-моему, в Kinzo, но могу ошибаться. Вот, был один. Что еще было? Ну, скинхеды, все вот эти истории. А, у Птахи на концерте был скинхед, его друг. Просто чувак со свастикой. Чувак со свастикой. Я очень видел этот видос в интернете до этого. Я просто не обращал внимания на свастон. Я его видел, и я просто не терял. Люди так не ходят. Подожди, люди, как считают все. Мне кажется, это какой-то аниматор. Закрытие лечения. С свастоном. В общем, да. Была затронута тема наркотиков. Что наркотики – это плохо. Дмитрий Носов был мы, блядь. Чуть кресло не повырывали, не кинули в экран в этот момент. Очень, очень жестко. Очень жестко. Но, на самом деле, фильм оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, нового мы узнали немного. Но мы-то в теме как бы осведомленные достаточно. Но, кстати, драка у Бивана и Птахи на большом экране выглядит эпично. И как отжубили, прописали. Это выглядит как бы эпично достаточно. Но мы-то осведомленные в теме. Многие не осведомленные. Огил был? Нет, ребята, Огила не было, к сожалению. К сожалению. А какие-нибудь там был Огил против своего хейтера, которого вы как-то трогали. Огил такой-то, рассказывать, может быть, там, если не вынесло. Ну, не было, друзья, не было такого. Ну, в общем, да, фильм, как бы, мы нового прям много ничего не узнали. Одну сцену я для гифки уже выбрал. Я жду, когда фильм появится, ну, как, в интернете, короче, пацаны, чтобы вырезать на гифку, как минимум, один момент. Вот. Че еще? А, и потрясающий был, кстати, мы его и в зале заметили. И в фильме потрясающий был Мастер-Шеф. Да, он действительно. Он неотразим был, друзья. Вот у меня до сих пор вот такое внутреннее ощущение, кто сыграл лучше, Рома или Мастер-Шеф. Ну, как бы там, Рома отчасти играл, Мастер-Шеф не играет, да. Лучшая реплика Мастера-Шефа – это… Да я вообще не хотел ему отвечать. Просто ко мне начали приходить люди. Это про биф-сты говорить. Он думал, все думают, что он крутой. И я ответил. Вот так, друзья, вот так. Поэтому, в общем, всем советуем сходить на фильм биф. Потому что все рэперы должны советовать сходить на фильм биф. Мы так считаем. Ну, так принято в русском рэпе как бы. Локимин, кстати, спалился. Сказал, что не любит батлы. Но мы знаем от одного нашего участника, что он смотрит батлы РБ Локимин. Не надо. Как это делают, знаешь, всякие рэп-перископы. И они потом делают таймеры. Обращение к Локимину. Обращение к Локимину. Нет, ложь Локимина. Вот делайте таймеры. Ложь Локимина. Локимин солгал в фильме. Друзья, это непростительно. Я думаю, что будут приняты меры. И в бифе 2 Локимин заговорит по-другому. Вот. Собственно, такие дела. Фильм очень понравился. Фильм потрясающий. Потрясающий. Особенно крик на Оксимирон это было. Да, это мне... Короче, мне понравилось, друзья. Классный фильм. Всем советую сходить, посмотреть, поддержать рублем, между прочим. Что немаловажно. Не ходите бесплатно. Не пытайтесь пройти в зал. Мы видели сегодня пару человек, кстати. Ребят, передаем как бы это... Такое... Сейчас же во всех городах фильм трансфирует. Вот из Петербурга, внимание, двух человек мы бесплатно не пропустили. Потому что мы считаем, что нужно поддерживать, так сказать, рублем. А еще был момент такой, что кто ходил к кинотеатру, увидит, кто не ходил. Ходите, посмотрите. Про фразу эпично, перехол от слов Демасси, слово Ебал было изменено на другое слово. Вот. Поэтому... Там нецензурно, да, было электрически, но вот там слово Ебал было. Это можно спорить? Нет, 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 нет. Краховым, это было наколок. Дело в том, что это было самое страшное, когда Гоблин озвучивал, как Убилан, и Кахин, и Кахин, и Кахин, и Кахин, и Кахин, и Кахин, и Кахин. Это было, получая ублюдо. Слушай, это, похоже, реально Банкер? Почему ему кто-то задает вопрос, а он там вот отвечает? Что происходит? Дмитрий.Банкер. Это фейк. Ну, это логично, что? Я не подписан на Банкер. Да, я тоже не подписан. Димон, если это ты, или если ты нас не слышишь, то и следующий, это тайм-код. Да, обращение, как пошел туда, если я снял. Вот тоже можно сходить. Всякое, ну, Оксимирон заходил, и ничего страшного. Ну, всякообразные участники фильмы. И у Биван, я думаю, хотя я его не смогу снять. А, ну да, он по этому. Но я имею в виду, что многие участники сходили. Вот, в общем, фильм, короче, друзья, кто неосведомлен, с Кит-Копом, довольный. Короче, прям плохого было, ну, такого, что прям, лопать было мало, вот. Да, в основном было смешно, если были такие моменты. В целом, ну, я не знаю, смогут ли Марву после этого как-то вот что-то сделать. Я не знаю, ребят, потому что сложно. Сложно по такому противостоять. Ну, вот, поэтому вот этот плач, если кто не стоит в корабле, знаете, вот, когда вы смотрите, как буквы в Красноярске принимают, вот там вот, блядь, слезы наворачиваются. Громче, да, да, друзья. Я, я все, 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 убрал динамик. Я говорю, короче, Марвел сосать. Все ходите, идите на Бив, друзья, все идите на Бив. Смотрите фильм Бив, мы с Сектором рекомендуем. Прикинь, я через какое-то время Рома Жиган реально как с тобой липует. И он будет камео в каждую. Подожди, а кто тогда персонаж в Марвел? Я не знаю, но я думаю, что Оксимирон это точно персонаж Марвел. А кто он? Блин, какой это он самый жесткий? Не знаю. Самый какой персонаж Марвел, Оксимирон, быстрее, надо придумать шутку. Лысый, носатый. Да, ебаный. Ну, Стервятник, наверное, из Спайдермена. Хуй, не знаю, больше мне не... Да, пусть будет Стервятник, друзья. Вот. В общем, много персонажей, друзья, мы ждем. Мы ждем. Мы хотим еще посмотреть подобные фильмы. Очень надеемся, что будет какой-то кассовый коммерческий успех у фильма. Но я не знаю, там, какие ожидания, там, Оксимирон Грут пишет. Ну, может. Вот. И, в общем-то, мы надеемся на какую-то, ну, следующую работу творческую. Рома и его команды. Вот. В общем, фильм нам понравился. Все идите на фильм. Заебись фильм. И, друзья, я когда пел Кулио в караоке... Я никогда не думал, что Кулио знает только одного русского рэпера. Это Рома Жигана. Не мог я подумать такого. Вот. Поэтому все. Всем спасибо огромное за внимание, пацаны. Всем, короче, сегодня на стриме быть. Сегодня мы с Сектором в районе 22.00 будем смотреть «Сердца за любовь». Там тоже поделимся впечатлениями о фильме. Вот. Все. Всех обнял. И берегите себя. И помните, что рэп это то, что нас объединяет.